МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 2007 год стартовал относительно недавно. Мы снимаем эти кадры 25 января. Производители уже вовсю стремятся поразить прямо в сердце своих потенциальных клиентов. И первая новинка, которая попала в наши руки, это обновленный Porsche Cayenne, который дебютировал в 2007 году в Детройте. Продажи его начнутся лишь 24 февраля, через месяц после того, как мы снимаем этот материал. Однако, несмотря на то, что мы подчеркиваем, что это обновленный, а не новый, нарисованный с чистого листа автомобиль, это серьезный боец. Это не тот бычок-однодневка, которого раз исписывают в тираж после первого боя. Он, Каен, способен подмять под себя ни одного, ни двух, ни трех весьма требовательных клиентов, причем требовательных не только к бренду, не только к престижу, но и к изысканной механике и инженерии. Однако, прежде чем говорить о содержании, обратимся к форме, потому что она тоже немного изменилась. Помолодевший Каен теперь всяко отличит по изменившемуся передку. Причем, теперь между собой отличаются и шестицилиндровые, и самые скромные комплектации, и восьмицилиндровые турбированные машины. Вот на нашей самой мощной версии Каен Турбо габариты стоят продольно. На самых скромных шестицилиндровых моделях они стоят вот здесь вертикально. Однако новые фары, новые крылья, новый бампер, новая крышка капота изменили в лучшую сторону и аэродинамику машины. Теперь коэффициент лобового сопротивления Каена ЦХ равен 0,35. Это весьма достойный показатель даже на уровне городских седанов и некоторых спорткаров. Однако, как вы понимаете, коэффициент лобового сопротивления тот фактор, который определяет и динамику автомобиля, но самое главное, он отвечает за экономию топлива. Но здесь экономии добились не только путем улучшения числа ЦХ. И первое, о чем мы будем говорить, переходя уже к содержанию автомобиля, это двигатели. По заверению инженеров из Штутгарта, экономия топлива достигает теперь 15% независимо от типа двигателя. А все три мотора новые, самые мощные, объем 4,8 литра, V-образная восьмерка с турбиной. Кроме того, есть обычная V-образная восьмерка и базовый шестицилиндровый агрегат объемом 3800 кубов. Поподробнее о них. На всех новых моторах Porsche впервые в своей практике применил непосредственный впрыск топлива. Не вдаваясь за умные подробности, заметим, что при снижении расхода существенно повышается мощность, КПД и экологичность. Смесь сгорает более полно. А еще на восьмерках появилась система автоматической регулировки работы клапанов. Внушительного крутящего момента можно достичь на сравнительных небольших оборотах даже на турбированном моторе. А еще заметим, что моторы стали легче. Причем большой V-образный восьмицилиндровый турбо аж на 20 килограммов, а шестерка на 3 килограмма. Но все равно прогресс. А что касается той самой экономии топлива на 15 процентов, то занятно. Но в независимой литературе и официальных независимых справочниках вы встретите другую цифру. Но поживцы уверяют, что проводили они замеры по своей куда более совершенной, чем общеевропейская методике, которая подразумевает движение в городе, в пробках, по второстепенным сельским дорожкам и по автобанам. Но по автобанам практически на максимальной скорости, когда потребление топлива становится просто циклопическим. Зачем нужны были эти замеры расхода топлива на максимальной скорости? Напомню, она достигает у самой заряженной версии Каен-трубо 275 километров в час. Так вот почему. Несмотря на то, что Каен, по сути, является пятидверным, тяжелым универсалом с некоторыми внедорожными возможностями, ну или по-другому говоря, большим кроссовером, он все-таки остается, по мнению его создателей, настоящим спорткаром. Ну а если это спорткар, значит он должен уметь ездить быстро. И человек покупает его за тем, чтобы рано или поздно, но на участке автобана без ограничений скорости отвязаться по полной программе. Однако эта схема интересна для Германии, где действительно на многих автобанах пока еще нет ограничений скорости. А вот что касается других стран, то здесь ситуация может быть совершенно иной. Мы решили провести собственные замеры, находясь в Испании. И не имея никакого специального оборудования, мы доверились бортовому компьютеру. Напомню, что в Испании максимальная скорость ограничена 130 километрами в час, а наш маршрут пролегал в основном по горным дорогам. И результат наших замеров несколько иной. Меньше 21 литра на сотню у нас никак не получалось. Допливо, напомню, здесь для всех моторов. Это 98-й неэтилированный бензин. Но, с другой стороны, так ли важны для человека, который способен отдать 100 с лишним тысяч евро за такую игрушку, эти лишние 5 литров? Для себя отметим другие интересные и особенные сетки двигателей, которые наверняка понравятся активным водителям. Стоит нам перейти в режим спорт, как отсыпчивость, по крайней мере, турбированного мотора становится гораздо заметнее по сравнению со своим предшественником. Передачки автоматическая коробка перекидывает гораздо быстрее. Машина гораздо лучше реагирует на педаль газа. И, естественно, никуда не делся поршевский фирменный режим Типтроник. Возможность переключения передач на руле клавишами. Причем эта система входит в обязательную комплектацию в версии Каен Турбо. Что касается Каена обычного шестицилиндровым фирментиком и Каена С с нетурбированной восьмеркой, то там в базовом варианте устанавливается механическая шестиступенчатая коробка. Новая коробка. Еще одна интересная система называется PDCC. В качестве опции на обновленный Каен можно заказать эту систему, предотвращающую крены автомобиля до определенного момента. До ускорения 0,65G. Вот до этого момента автомобиль в повороте активно борется с креном. То есть фактически сохраняет свое горизонтальное положение относительно проезжей части. Но стоит перевалить ускорению за заветную цифру 0,65G. Как система отказывается бороться с хреном. Таким образом, давай водителю понять, что машина уже входит в критический режим. И тут необходимо предпринимать какие-то действия для того, чтобы сбросить скорость и стабилизировать автомобиль. Что такое 0,65G? Ну, скажем, в обычном режиме, при обычной, даже очень активной езде, водитель в поворотах испытывает поперечное ускорение примерно в 0,4-0,5. То есть значение 0,65G можно считать уже довольно близким к критической границе, после которой может наступить некий необратимый процесс, ну, в частности, снос автомобиля наружу поворота или в некой критической ситуации даже переворот. Вот как работают активные стабилизаторы. Представьте себе, что привычную трубу разрезали пополам и между этими половинками воткнули цилиндр с вращающимся поршнем. У него закачивается жидкость под максимальным давлением в 180 бар. В этой ситуации поршни просто не в состоянии провернуться. Обе половинки стабилизатора монолит. Но стоит упасть давлению, связь между половинками ослабевает. При этом поток жидкости перенаправляется из камеры в камеру, давление поднимается и крены стабилизируются. Но помимо того, что эта система PDCC гасит поперечные крены автомобиля, она еще контролирует продольные крены и способна во многом компенсировать раскачку автомобиля при проезде таких пологих неровностей. Создатели системы уверяют, что это ее побочный эффект проявляется хотя бы в том, что у пассажиров внутри автомобиля, который движет по неровной дороге, по колдобинам, грубо говоря, гораздо меньше качается голова. Ну, мы не знаем методики измерения качения головы человека и, честно говоря, не знаем, чем она измеряется. Поэтому мы решили провести некий наглядный эксперимент, чтобы действительно оценить эффективность работы этой системы на специально подготовленном полигоне. Причем для сравнения мы взяли две машины. Каен предыдущего поколения, не имеющий системы PDCC и автомобиль современный, на котором, собственно говоря, мы сейчас и передвигаемся. вешаем условный маятник на зеркало заднего вида и на змейку. Колебания, что на одном, что на другом автомобиле одинаковы, это неудивительно. Вот только в случае с новой машиной это похоже на обман зрения. Привычных кренов-то почти нет. А вот в неровностях разница в раскачке очевидна. При этом под колесами одни и те же препятствия, а на спидометрах одна и та же скорость 25 км в час. Комментарии без лишних. Похоже, слова поэта о том, что над всей Испанией безоблачное небо начинают оправдываться только сейчас. В последние часы, в последний день нашего теста. И полигон, на котором мы хотели проверить на дорожные качества этого автомобиля, развезло так, что на нашей резине, которая впору на трассу Гран-при, туда соваться абсолютно бесполезно. Без троса и лопаты мы бы оттуда не вылетели никогда. А поэтому нам остается просто теоретизировать, а в качестве практического подтверждения вспоминать наш опыт поездки на Каене по бездорожью фирменного Поршевского полигона в Лейпциге. Учитывая то, что Каен не потерял своего внушительного максимального дорожного просвета в 27,5 см, а приобрел возможность на скорости до 35 км в час вообще развязывать стабилизатор, геометрическая проходимость его только вырастет. На более высокий крутящий момент новых моторов на более низких оборотах у восьмерок только самым лучшим образом скажется на бездорожье и на крутых подъемах. Кстати, на восьмицилиндровой версии будет приходиться 20% всего объема производства. Причем по заверению представителей компании по-прежнему машины с V-образными турбированными двигателями будут пользоваться наибольшим спросом естественно в арабских странах, а кроме того на активно развивающихся рынках для Порши таких как Россия, Индия и Китай, где Порши-то в основном и знают благодаря Каену, а отнюдь не благодаря замечательным спорткарам серии 911. Еще 35% объема производства будет приходиться на объемы с мотором V8, но без турбо, а вот весь остальной мир и в основном Европа и частично США будут покупать автомобиль с мотором V6, самым скромным мотором и таких машин будет производиться 45% от общего объема. Ну а что, разве мало 225 максимальных километров в час 8 секунд разгона до сотни и без малого 300 лошадиных сил мощности, при том, что на той шестицилиндровой машине тоже могут стоять вот такие вот 21-й колесные диски, коробка автоматы по заказу, туда можно поставить даже те самые хитрые амортизаторы с переменной жесткостью, о которых мы говорили. Но тут что главное, цена вопроса, если полностью упакованный Каен Турбо будет стоить в Европе от 108 тысяч евро, то базовая машина, да, пусть без этих хитрых стабилизаторов на обычной пружинной подвеске, но зато все равно Порше Каен, пусть и шестицилиндровым мотором, будет стоить 51 тысячу. Вы чувствуете, о чем идет речь? А речь идет о том, что теперь это удовольствие становится доступно, хорошо оплачиваемым трудящимся. Ну, тем трудящимся, которые занимают ответственные посты, но молодым, тем, которые только начинают сколачивать свой первый капитал и которым хочется почувствовать себя уже по-настоящему взрослыми состоявшимися. А ведь за эти деньги они могли бы себе позволить, ну, Volkswagen Touareg, ну, Volvo XC90, может быть, даже Land Rover Discovery 3 или Audi Q7 в весьма небогатой комплектации, но тут-то речь идет о Порше, о приобщении к легенде, о вступлении в некий новый статус и в некую новую семью. Если переводить дословно одно из выражений западных психологов, такой, давай, подстрочник, это звучит так, бросит в сознание человека якорь. Вот это тот самый случай, когда заброшен якорек, заброшен крючок. Ведь если человек подсаживается на Порше, как на иглу, он уже не слезет, не слезет никогда. И очень скоро ему захочется, чтобы под капотом у него было не 6, а 8 цилиндров и ржали 500 турбированных лошадей. Посмотрим, какие якоря придумают для нас конкуренты Порше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...